Приветствую вас, Евгения. Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Пишите вы про молодого человека, которому вы вместе 3 года уже, то есть 18 лет. Вы пишите, что у вас в отношениях всё было хорошо, что вы жили в Минске, что строили планы на будущее. И он уехал в Минск, где всю ночь пил с друзьями, после чего стал холоден, отношений не хочет с нами больше. И, в общем-то, хочет свободы. Вы говорите о том, что с ним разговаривали его родственники, его близкие. Вот, ну, всё бесполезно. Спрашиваете вы, что можно делать, что можно сделать в этой ситуации, как можно вернуть желание иметь отношения со стороны мужчины. Если есть чувства, и они взаимные, это очевидно. Что они взаимные, что они взаимные, говорите вы. Смотрите. Во-первых, вы 18 лет вместе. В период с 18 до 21 года человек может существенно измениться. И эти изменения могли не осознаваться молодым человеком до определённого момента. Это первое. То есть, вполне вероятно, что мужчина не совсем сейчас тот, с кем вы его себе представляете. Я не говорю этого наверняка, я не хочу сказать, что это вот стопроцентная истина сейчас. Вот. Но, тем не менее. Тем не менее. Очень важно понять это. Дальше идём. Вы говорите о том, что вам было вместе хорошо. Вы говорите о том, что вам было вместе здорово. Но, кто это определяет? Только он. Мужчина способен определить, хорошо ли ему было с вами. или нет. И здесь, очень важно, чтобы он сделал оценку, как ему было с вами. То есть, хорошо ли ему было с вами, или не очень хорошо. А то, вы говорите вот, что всё было здорово. Так вы видите, это же всё-таки мужчина определяет. Да? Вот. А не вы. То есть, тут очень, очень важно этот момент определить. Дальше. Значит, мужчина вполне вероятно мог испугаться близости с вами. То есть, человек мог просто внезапно, вот, как бы понять, что он движется не в ту немножко сторону, в какую он хочет. Что всё развивается слишком по-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Ну, по накапанной. А ему этого, вполне вероятно не хочется. Вот. Такое тоже может быть. Вполне. Вполне. И человек просто испугался, испугался, эээ, сближения с вами. С вами. Вот. Человек просто испугался от того, что вот он, эээ, слишком с вами сблизился, что слишком всё серьёзно. А он ещё, соответственно, не нагулялся. Вот. Это, такая, очень распространённая реакция молодых людей на, вот, тему того, что, эээ, планы. Да, вот. Эээ, когда люди планы строят. Эээ, молодому человеку сейчас нужно свободен, не чтобы он, вы не давили на него, а чтобы дали понять, что он, принимаете любое его решение, примите любое его решение. Вот. И, что вы его не держите. Это, очень важно для молодого человека. Поэтому, эээ, если вы действительно, эээ, беспокоитесь о нём, если вы действительно хотите, чтобы, эээ, ну, молодой человек был счастлив. Да, 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 если мы говорим про любовь. А вот. Эээ, с вашей, ну, с вашей, с вашей, именно, стороной, если мы говорим про любовь. То, вам желательно всё же, эээ, поволит молодому человеку быть, эээ, тем, кем он, эээ, является. Да. И, посмотреть на, на себя, на свою реакцию, эээ, в этом направлении. То есть, посмотреть на то, эээ, почему вы отчаянно хотите его вернуть. Смотреть на то, эээ, какое место, эээ, занимают ваши, эээ, например, планы, эээ, ну, вот, которые вы строили, эээ, вместе с ним. Насколько эти планы, эээ, для вас важны. И так далее. Вот. Вполне вероятно, что в отношениях вы были инициатором этих самых планов. Вполне вероятно, что... Мужчина этого всего этого всего хотел не так сильно. Вот. Ну. Соответственно. ээээ, почувствовав, эээ, вкус, ээээ, свободы. Вот. Человек, решил, что, нужно порождаться, слишком стремительно, что это для его возраста развивается. Ну, и кроме того, он, в общем, да, честно говорит вам о том, что не готов пока к отношениям, не готов пока пропуск, не готов пока, пока не готов к отношениям, вот. Не готов пока продолжать отношения, что ему хочется еще погулять. Это, в общем-то, честная здравая позиция. Вам необходимо выявить свою роль в этой ситуации. Вам необходимо выявить, как вы относитесь к тому, что происходит. И если вам, например, тяжело, если вам, например, трудно, то посмотреть, с чем это связано. С чем связано то, что вам трудно и тяжело. Очень важно, очень важно понять этот момент. Это потому, что в противном случае, в противном случае, получается, что вы, как бы, чересчур зависимы от мужчины. И он это чувствует, и ему это неприятно, потому что это его в той или иной степени ограничивает. Вот. Такая вот история. В зависимости от того, каков психологический портрет вашего молодого человека, можно будет выработать определенную стратегию. Например, посмотреть на ваше поведение, как оно изменилось за последнее время, изменилось ли оно. Может быть, вы слишком много стали говорить о планах на будущее, о семье, о детях, что в мужчине не совсем было по душе. Может быть, были еще какие-то моменты. Вот. В любом случае, человек чувствует сейчас, что он хочет пожить для себя. Это адекватное желание, оно естественное. Молодой человек о нем говорит честно. Вот. К вам он сейчас относится несколько враждебно, потому что вы для него являетесь угрозой этой самой жизни для себя. И, наверное, вот именно по отношению к нему вам необходимо изменить в первую очередь именно это. Но параллельно необходимо более четко для себя уяснить свои желания. В которых нет места другим людям. То есть, ваши желания не могут быть связаны с людьми. Не могут быть связаны с созданием семьи, с родением ребенка и так далее. Сама 21 год. Вы, как бы, сейчас находитесь в самом начале формирования своего жизненного пути. И вам необходимо реализовываться, вам необходимо учиться, вам необходимо чего-то достигать, становиться кем-то. И, вероятно, этим вам сейчас и нужно заниматься. А через молодого человека, если вам тяжело его отпустить, вы пытаетесь какую-то из этих потребностей, вполне естественных потребностей, реализовать. Что и делает вас уязвимой, а ваши отношения с ним не совсем здоровыми. Ну, благо все это, благо все это корректируется, благо все это меняется, все это исправляются. Благо. Вот. Такая история. Поэтому, тут я надеюсь, что вам эта ситуация ясна. Очень важно, чтобы молодого с молодым человеком никто не разговаривал. Чтобы по вопросу ваших отношений с ним никто не привлекал. То есть, чтобы не привлекались третьи лица. Это очень важно. Дело в том, что третьи лица, как правило, если привлекаются, то не настраивают молодого человека еще против той позиции, о которой они говорят. Размываются личные границы между вашими отношениями и его отношениями с родными и друзьями. Возникает ощущение, что человек в паутине. Что человек, как бы, слишком много кому должен должен, слишком много кому обязан. Это создает еще более тяжелое отношение к серьезному взаимодействию с вами, чего, я уверен, вы не хотели бы. Поэтому необходимо четко отделить то, что вы хотите для себя от того, что вы хотите для молодого человека. И последовательно в этом направлении работаете. Молодой человек не ребенок. Возвращать его на сильно не нужно, но можно дать ему то, что он хочет. К примеру, было бы здорово, если бы вы приняли его текущее желание, если вы его любите, если для вас это приемлемо. И сказали, хорошо, ты сейчас интересуешься этим прекрасно, я, как бы, хочу, чтобы ты был счастлив. Давай тогда вместе будем в этом, потому что я не хочу тебя терять, ты мне дорог, как человек. Не хочешь отношений, хорошо. Вот, будем дружить. Для этого требуется достаточно серьезная сфера, где бы вы реализовывались. Еще молодому человеку очень важно показать, что вы не собираетесь его ждать всю жизнь. или, по крайней мере, какие-то вот ближайшие дни, месяцы. Вот, что если он так решил, то и вы, соответственно, тоже свободны. Ну, а почему бы и нет, да? Вот. То есть, по сути, дать молодому человеку прочувствовать на себе то, что он делает. То есть, это, то есть, это, своего рода, ответственно. Это, своего рода, это, своего рода, своего рода цена. За чадизм, который он совершил, за этот выбор, который он сделал. И, видите ли, когда человека пытаются отговорить от его решений, ответственности не наступают. Наоборот, задается ощущение, что все против, все пытаются отговорить, а я не чувствую того, что я делаю. И, напротив, когда люди свободно принимают выбор и решение, человек быстрее придет к тому, то ли это, чего он хотел, или нет. Но здесь вмешивается страх, ваш вероятный страх, человека потерять. Понимаете? И вот это уже не вопрос. То есть, если вы боитесь, если вы боитесь человека потерять, то же вопрос к вам. Почему вы боитесь человека потерять? С чем связан этот страх потерять человека? Это очень важно. Очень, очень и очень и очень и очень. Это важный момент. Потому что, если человека вы потерять боитесь, то, значит, на нем у вас завязаны определенные потребности, которые делают вас зависимым и свободным, а значит, психологически уязвимым. Исправить. Это является главной задачей психотерапевта. Вот. Ну и, будучи свободным, вам легче станет стать привлекательным для молодого человека. Быть привлекательным для молодого человека. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. В общем, надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом. 92. Ак. Той. рам. bott... 77. olt 9. ți. 80. blo.